я я этот поезд ослужил и заслужил именно за него драться но ты уже какой-то приготовил подарок по любому подарки сюда и для каждого соперника какие-то подарки приветствую друзья сегодня у нас в гостях претендент на титул ww силы весит до 77 килограмм михайка труцы миша приветствую тебя здравствуйте я знаю что ты буквально пару часов назад приехал только в киев как вы доехали ну нормально доехали не так уж далеко кишни от киева пару часов до назад мы приехали на дорогу делиться 6 часов нормально все отлично нет нормально у нас еще и целая неделя перед целая неделя да вот так я все хорошо по поводу целой недели как у тебя будет распланирована сейчас эта неделя это уже последний деле же площадь это последний этап уже подготовки там более же сгонка ставим акцент на сгонки веса там последние килограммы и больше чуть уже чтобы организм был заряжен вот так я молдавский все очень просто не понимаю сколько какой тебя сейчас вес у меня сейчас вес это 84 до 84 но в принципе за не за сколько пять дней до у нас шесть дней да нормально нормально сойдет надо расскажи про всю свою подготовку где проходил с кем проходил и как вообще пошла подготовка на моя подготовка майканда в кишиневе все сойти в наш спортзал все отлично все хорошо подготовились под соперника чуть посрались мы последовали ваши пишут мы могли использовать их против него и спарик партнера у нас хорошие у меня хорошие вот блях александра сурацел в ангел андрей и он куцелаба как вы все их знаете все помогли мне для них мой бой это каких него и как бы все хорошо когда в круглой семьи тогда все хорошо а что тоже успел узнать про своего соперника достойный хороший соперник ошибки те которые мы видели то что он кидается больше он ставит акцент на боксерскую такую технику не знаю почему наверное ранее был боксером да и так ну и двигается до много и кидать вот сильно кидается но ты уже какой-то приготовил подарок по-любому подарки всегда из для каждого соперника подарки на что больше делали акцент в тренировочном лагере это или борьба или ударка или все вместе больше универсально как бы все вместе но как я предпочитаю больше ударной техниками больше тоже на строке но ты я помню в поединке против француза и ты кстати мне после этого поединка против нас он сказал что да я хотел показательно в этом поединке больше борьбы но это будет во первый поединок где будет идти пять раундов то есть полный полноценный чемпионский бой готов ли ты к пяти раундам 5 на 5 знать как мы все готовимся вот для боя готовим здесь этот кемп лагерь все это время мы готовимся на конечно подготовился к пяти раунда пяти раундам бою бою но уже посмотрим как все будет да бог все будет хорошо я понял проблем не было в это в это в это время когда мы готовились проблем не было как все хорошо без травм все это все хорошо это хорошо я вам друзья хочу представить вот у нас есть кстати этот польза который в субботу уже миша и мураки арбер будет сражаться за титул чемпиона что для тебя вообще означает возможность подраться за титул чемпиона мира в этой организации который это у тебя уже будет восьмой поединок я думаю что это уже можно считать большое достижение только шанс драться за него да но я знаю что по любому будет моим дай бог и я думаю что я я этот поиск заслужил и заслужил именно за него драться в этой лиге для меня это очень много значит ты максан знаешь сколько боевая провела одним за другим и какие у меня соперники были я думал же не было да я думаю что я заслужилась на пояс по крайней мере драться за него сопрится на сто процентов я уже давно кстати говорил что миша пора уже давно давать пояс всесвитня лига wwc та международный бренд немиров презентуют 12 турнир зі змешанных боевых мистец wwc 29 вересня субота 18.00 киевский палат спорту у битвах із соперником зийдуться сергей полярный ведмедь спилок олександр барабаш михайко труце та святлана птаха фенікс гоцик не пропусти найпрестижніше шоу ммм в украине генеральный партнер немиров титульный партнер паримач квитки концерт давай немножко отойдем от дабы доблась и в юси перенесемся так сказать ты летал и был секундантом иона куцела бы это на турнире юси в калгари в канаде расскажи про эту всю атмосферу расскажи как тебе изнутри юси там все как говорится мэйзинг смотришь по телевизору и говоришь вау если там находишься тем более твой друг хороший друг там дерется но это вообще не описуемо да и там если хочешь там с этой точки зрения организации как бы все это если хочешь там к чему-то прицепиться или достаток там не найдешь что процент но минусов ты не нашел 100 процентов и на в организаторы вот там все насчитано и у них живопыты и сколько лет и как бы все насчитано все там все сто процентов все сделано для спортсмена я понял но на этот раз и он куцелабо приедет тебя поддерживать и будет твоим секундантом что это для тебя значит ну это честь уже для меня и это хороший стимул во-первых тоже как бы по его стопам и все идем все идем к этой мещи но это приятно были на и стимул хороший это это да твой предыдущий бой так сказать интенски бой против актильяка жумабека выдался как по мне одним из самых сложнейших в твоей карьере что тогда пошло не так если честно что пошло не так то что его недооценил и разрешил ему драться с перевесом разрешил имя ему потому что опять тебя ценит потому что я знал сто процентов вес не сделает и знаешь есть когда там 21 килограмм то два килограмма перевес то то вычитывается из гонорара селись и больше то вообще не разрешается когда но я знаю что он по-любому не сделать и так на села его зашу сто процентов не сделает недооценил и разрешил но если бы он сделал вес как я делал то хотя бы сколько имел то было бы другой разговор ну да был бы было видно что у вас была разница в габаритах что он был побольше сама трубе самосыщий когда увидел не поверен да смотри после того поединка когда мы с тобой сели уже интервью да ты мне давал интервью ты мне сказал одну вещь что наверное максим не надо взять перерыв потому что я выступаю почти каждый турнир и ты хотел взять так сказать паузу в своей карьере но вот уже надо было власти 12 ты уже дерешься за титул и без никаких отдыхов но я решил почти в отдых вот с поясом но если сколько уже там полтора года или больше не будет я на каждом турнире выступаю один еще турнир не помешает этому да и тем более форме физически хорошие как в форме сетям отдыхаю там две недели потом возвращая в зале как бы не чувствуют как бы все хорошо и я не знаю почему но лучше на 12 на 13 нас не защищать но мы еще защите подойдем да сколько ты отдыхал после поединка против актилека но у меня плачет ваще что я ничего не отдыхал потому что ваню готов и да и получилось получается что не отдыхал но как бы физически только отдыхала морально получается что нет но хорошая дыха не сильно сложно просто как не справляйся мы же этому это наша цель макс мы к этим зачем тянуть за время если можно то все сделать потом что отдохнуть и собраться мыслями решишь удачи я понял это четко и развернуто расскажи про свою поддержку из молдавии потому что вот я просто расскажу такую ситуацию мы как только что допустим про мишу большой охват идет именно с кишинева с молдовы очень много тебя поддерживают их соотечественников расскажи сколько приедется тебя болеть и сколько будет смотреть трансляцию не знаю сколько 20 тебя поддерживает но очень много друзей меня очень много знакомых да и все все поддерживая все болеют за меня и сколько тут приедут я не знаю но тоже очень много потому что я им сказал что я не но не хочу взять как бы это получит как обязанность я там как билеты будут но это с транспорта как бы я не хочу мысли на это как бы фокусировать да с фокусирую хочу только на бой но очень много при поддерживает немного мы это заметили яркий наверное спортсмен поэтому вот кстати по поводу яркости и красочности я хотел я забыл представить миша я хотел представить вообще интервью знаешь как тебя самый яркий красочный боец лиги дабы 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 оси я все выше вырежем ставим начало по поводу смотри если ты завоюешь пояс чемпиона мира дабы дабы оси ты хотел бы первую защиту титула прости у себя в своей стране в кишиневе но это будет опять вау конечно кто бы не хотел уже как руководство решит так и будет мы всегда прислушиваемся к ним потому что они они плохо для нас не хотят и это знаю же сто процентов да и если они решат если будет возможность то почему бы нет но я знаю дабы дабы оси проводила по трубе неоднократно и неоднократно и они они действительно проходили народу приходила много и важно на очень поддерживает до что и руководство дабы дабы оси за мне кажется очень заинтересована в турнире в молдове да 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 немного отнесемся на это единственное поражение твоей карьере это поражение саши бутенко я тогда лично присутствовал ты сидел в узи клетки трикутник трикутник нам ази зробити бутенко и я не бы то выходит так я тогда был очень удивлен этим поединком но я был удивлен тем что такого можно сказать у тебя было очень мало опыта и выставили тебя против бойца у которого это был пятьдесят шестой поединок в его карьере объясни как тебя как вас так вообще поставили друг с другом считать да да саша у меня было там пять бою наверное все закончились нокаутом на первом раунде лифта риском нокаутом и считая никогда в жизни даже 2 раунда не дрался саша как бы тренер вы построили когда у меня когда если бы у нас всех получалось в клетке то что получается на тренировка кто был вообще в мм и был бы уже по-другому понимаешь это все зависит уже от опыта когда в клетке держишь но у меня все хорошо с техника государность борьбой тренером так решили что я смогу как бы с конкуренциям у составить и выиграть его но я здесь я пересомил себя но я тебе хочу сказать ты достойно выступил против саши ты его в ударке перебивал но в третьем раунде куда он тебя подловил на треугольник думаю себя боролся и борьбе его 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 я думаю что так потому не знаю у него кроме силы как бы так мое мнение не в обеду как бы но то что я почувствовал только силой все физическое но здесь к силу можно не только качаться мы когда-то поднимали помнишь тему по поводу реванша против саши и ты дал согласие и он дал согласие и только так сказать все зависит от матчмейкеров и от организатора double double 7 ты еще горишь этим реваншом если честно нет уже ты это отпустил должен тоже каждого не может быть антифитит всю карьеру на это же должен взять из каждой из каждого после каждого боя должен взять правильные выводы ну я и за как все все хорошо как бы дальнейшем и не буду повторять эти ошибки если вот так вот саша на мне все равно же тоже проиграл вам один да 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 он и титул потерял и потом даже поменял весовую но да еще таких пару вопросов тебе потому что я знаю ты очень уставший с дороги не задерживать один вопрос это один из вопросов это почему ты себе до сих пор не придумал бойцовское прозвище вот у твоего соперника будет прозвище hitman 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 да hitman почему ты себе еще не придумал прозвище ну я не знаю если честно были какие-то какие-то не знаю примеры предположения какую сторону буду боками если честно пока месте ну я думаю телезрители фан они не найдут это 100 процентов и будет в общем друзья если вы хотите да вот предлагайте свои варианты бойцовского по прозвище миши миша выберет рассмотрит и обязательно писать это время в шердоге будет потом ну и последний вопрос эта песня у меня есть у меня на телефоне эта песня про тебя кто и он написал и как вообще ее написали вообще как пришла идея написать у тебя песни песня кстати очень зачетно на тревочек спасибо перчатки или голыми руками на ринге клетки или на татами думаем а камера нашим только кулаками проявляем силу кишиневскими парами мы были туда еще в соединенных штатах америки 2011-2012 году не помню и как студенты там work требовалось это когда у нас у меня все это начиналось там ребята были с молдавии они только тоже начинали как бы читать рэп там одно и другое я дрался я не знаю что я дерусь давай давай придумаем песню хорош как бы в шутку давай придумал и он придумал там через неделю показал и ваш удивился сейчас очень-очень нравится спасибо и ты поднял вот каждый бой теперь выходишь да ты сам не думал зачитать рэп не я тоже не получится это точно не было до песни кстати вот отрывочек ставится обязательном интервью песни реально бомбовая на повторе качает пергамот серый спасибо большое это его песни это его песни на на реально большое спасибо за песни ваше миш на молдавском как будет желаю тебе удачи от улез сейчас помедленнее и урез сурис с улез с улез михайл с улез муцами спасибо большое спасибо что большое что пришел к нам удивил на время и я тебе желаю удачи в твоем титульном поединке спасибо спасибо михайко трозе всесвітня лига wwfc та международный бренд немиров презентуют 12 турнир зі змешаных боевых мистецт wwfc 29 вересня субота 18.00 киевский палат спорту у битвах із суперником зійдуться сергій полярний ведмід співак олександр барабаш михайко труце та світлана птака фенікс гоцик не пропусти найпрестижніше шоу ммм в украине генеральный партнер немиров титульный партнер паримач квитки концерт юэй